Здравствуйте, в эфире новости. В студии РТВ в Нью-Йорке Лиза Каймина. Вначале коротко о главном. Лихача под суд 61-летнему почтальону, посадившему гирокоптер на Капитолии, выдвинутое обвинение. Торговый переворот. Соединенные Штаты собираются заключить договоры о свободной торговле с Европой и Азией. Прямая линия с Путиным. Российский президент в течение четырех часов отвечал на вопросы сограждан. И черный день календаря. Владимир Козловский о худшем дне в жизни американца. В США не утихает скандал, связанный со вчерашним проколом в работе с Плужбой безопасности американской столицы. Все главные телеканалы задают вопрос, каким образом 61-летний почтальон из Флориды сумел проникнуть на одноместном вертолете в закрытое воздушное пространство Вашингтона и посадил гирокоптер, это одно из названий аппарата, на лужайке возле здания Конгресса США. Сегодня нарушитель спокойствия предстал перед судом. Даглас Марк Хьюз явился на слушание в форме работника почтовой службы США. Ему были предъявлены обвинения по двум пунктам. О незаконном управлении незарегистрированным летательным аппаратом и о нарушении закрытого воздушного пространства. Ему грозит максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. Обвинение он выслушал молча, только назвал свое имя и возраст. Судья разрешил ему вернуться домой в город Раскин во Флориде, где он будет содержаться под домашним арестом. Напомню, в преддверии своей поездки Хьюз рассказал в интервью флоридской газете, что собирается доставить в Вашингтон письма для членов Конгресса с требованием проведения реформы финансирования избирательных компаний в стране. Он также написал в интернете, что 61-летнего старика, которому никто не угрожает, вряд ли уничтожит в воздухе. Администрация Обама сегодня заявила, что не возражает против временного освобождения Хьюза и помещения его под домашний арест. О реакции президента Обама на этот инцидент сегодня на ежедневном брифинге рассказал глава его пресс-службы. Я не был рядом с президентом во время его поездки и не видел его первоначальной реакции. Скорее всего, он спросил, что такое гирокоптер. Это был мой первый вопрос. Я уверен, что этому инциденту уделят пристальное внимание. Мы довольны, что никто не пострадал, но для служб правопорядка этот случай должен стать ценным уроком. С Капитолия сегодня пришла и главная политическая новость дня в США. Как стало известно, в четверг вечером Конгресс разработал законопроект, который значительно упростит Белому дому процесс заключения договоров о свободной торговле. Документ поддерживают представители обеих партий. Краткое описание Билля распространил Комитет Сената по финансовым вопросам. Закон, если он будет принят, а это теперь более чем вероятно, даст зеленый свет договорам о трансатлантической торговле между США и Евросоюзом и транстихоокеанскому партнерству между США и более десятка стран Азии. Речь идет о гигантском товарообороте. Он будет составлять две трети всей глобальной экономики. В настоящий момент США имеют договор о свободной торговле с примерно 10% игроков на мировом рынке. Президент Обама уже обнародовал заявление по этому поводу на странице Белого дома. Вот что сказал глава государства. «Этот Биль поможет нам заключать договоры о беспошлиной торговле, которые хороши для нашей экономики, нашего бизнеса и, главное, для наших работников. 95% наших потенциальных клиентов живут за пределами Америки, и мы должны сделать так, чтобы мы, а не такие страны, как Китай, диктовали правила глобальной экономики». В России главная новость четверга – прямая линия с президентом страны. Владимиру Путину поступило около трех миллионов вопросов. Он ответил на 69. И большинство касались экономической ситуации в стране. Традиционная прямая линия, в ходе которой глава государства общается с народом, продлилась менее четырех часов. Сенсации не случилось. Впрочем, аналитики скандальных откровений не ждали. Владимир Путин вновь заявил, что российских войск у Украины нет. На вопрос о врагах России он ответил, цитата, «Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно. Россия не считает ни одну страну своим врагом, но и не рекомендует никому считать Россию своим врагом», сказал Путин, подкрепив свой ответ сообщением о том, что Россия – великая ядерная держава, обладающая сопоставим с США атомным потенциалом. Приводим несколько отрывков из сегодняшней прямой линии. Вопрос, есть или нет у наших войск на Украине, говорю вам прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Я вообще не делаю разницы между украинцами и русскими. Я считаю, что это вообще один народ. Но у кого-то другое мнение, мы можем подискутировать. Сейчас не место, наверное, об этом говорить, но мы помогаем людям прежде всего. Мы помогаем украинскому народу. Отказ от поставки кораблей по действующему контракту, конечно, это плохой знак. Но для нас, с точки зрения поддержания нашей обороноспособности, сказать вам откровенно, не имеет никакого значения. С укреплением рубля и с ростом рынков, и по некоторым другим позициям, я думаю, что, может быть, это произойдёт и быстрее. Но где-то в районе примерно двух лет, мне кажется. Я им сказал о том, что вряд ли сейчас стоит ожидать снятия санкций, потому что это вопросы чисто политического характера. Это вопросы такого стратегического, я думаю, для некоторых наших партнёров взаимодействия с Россией и сдерживания нашего развития. Кстати говоря, мне кажется, напрямую уже это не относится и к событиям на Украине, потому что сейчас нужно выполнять минские договорённости. Мы-то всё делаем, чтобы выполнять. Киевские власти не спешат с этим, а санкции в отношении нас сохраняются. На вопрос об условиях возможной нормализации отношений России и Запада Владимир Путин заявил, что страна готова к сотрудничеству со всеми, кто в этом заинтересован. В тезисах сегодняшнего выступления российского президента разбирался московский корреспондент РТВА Николай Старобахин. Нынешняя прямая линия президента снова стала рекордной, но на этот раз лишь по числу обращений. Ни время, ни количество вопросов, на которые ответил Владимир Путин, не оказались максимальными за 15-летнюю историю. Да и реакция политиков и политологов на слова главы государства оказалась сдержанной. Все отмечают, ничего кардинально нового Владимир Путин не сказал, а дальше в зависимости от взглядов. Кто-то называет это стабильностью, а кто-то застоем. Одной из главных тем стали экономические последствия событий на Украине. Санкции и антисанкции, как выяснилось, до сих пор беспокоят россиян. А точнее то, к чему эти меры привели. Рост цен, снижение уровня жизни. Но президент дал понять, страну санкциями не остановишь. Путин четко сказал о стратегии, которые есть у российского правительства в этой связи. Наше дело не терпеть санкции и ждать, когда они же закончатся, а использовать эти санкции в своих интересах. В частности, атаку на рубль правительство использовало для того, чтобы решить старую проблему переукрепления рубля, которая создавала проблему для нашей конкурентоспособности. Наибольшее число вопросов было посвящено именно социальной и экономической ситуации в стране. И здесь, как отмечают эксперты, важнее не сами ответы Владимира Путина, а их тональность. Президент по-прежнему не признает ошибок и уверен, что в целом все делает правильно. Главный концептуальный итог для меня, что ничего глобально меняться не будет. С моей точки зрения, это, безусловно, плохо. Та модель экономического и не только экономического, а и политического развития, которая была выбрана где-то в первой половине нулевых годов, построение госкапитализма, сильной сырьевой ориентации, не говоря уже о значительной коррупционной составляющей, модель тупиковая. У нынешней прямой линии все же было одно отличие. Неожиданно жесткие вопросы от жителей задавали ведущие. Например, прозвучала формулировка «провальная политика на Украине». Политологи уверены, это, конечно, заранее спланированный шаг. И он не случайен. То, что это в некотором смысле провоцировалось жесткой дискуссией ведущими, это очень хорошо, потому что даже те, кто, может быть, не во всем согласен, они увидели, что с ними готовы разговаривать. Готовы отвечать не всегда то, что они ждут, но хотя бы на те вопросы, которые они ставят. Многих важных и ожидаемых тезисов от президента не прозвучало. Ни про независимую судебную систему, ни про ограничение роли государства в экономике, ни про свободу слова. С другой стороны, может, эти вопросы и вправду больше не волнуют россиян, по крайней мере, тех, кто обращается к президенту. Вы смотрите новости на канале РТВАЙ. Далее в эфире «Черный день календаря». Владимир Козловский о худшем дне в жизни американца и «День праведников в день Холокоста». В Литве вспоминают героизм местных жителей, которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев во время Второй мировой войны. Все это через пару минут на канале РТВАЙ. Оставайтесь с нами.